Слушайте, сижу на заднем дворике кофе пью. И сейчас такой звук, вон бусик сорвался, как выстрел, знаете, такой легкий. Блин, сидишь и не знаешь, что думать за этими кустами. Потому что да, у нас здесь постреливают. Соседи публиковали видео со своих камер наблюдения, что пять или шесть выстрелов было там в одном из районов. И спрашивали, что это было. Ну, как-то так. Я смотрела видео на YouTube, аж выключила. Решила прислушаться. Ну, потому что там дома, там дома за деревьями. Ну, пока тихо. Слава Богу. И нет, это не была машина, знаете, как такой звук, когда иногда машина издает. Как хлопок. Ну, потому что машин не слышно. Вопрос, что это было. Ну, один такой хлопок. Здесь недалеко. Вот. В районе этого дома. Вот этого вот, который там. Уж лучше пуздики. Звери захаживают. Вот сюда вот на полянку. Чем слушать такие звуки. Да, Буся? Там вот огромный ворон или ворона, видите? Вот здесь вот, вот, как пальцем показать. Вот здесь. Вот. Я просто приблизила. Вот он, значит, летает отсюда. И вот сюда. А здесь, видимо, гнездо. Я не знаю, чье. И только что так птицы орали. В общем, он здесь сидел, этот ворон. Я думаю, что тут за война такая. И он, короче, сорвался и перелетел вот туда, вот на дерево. Он, конечно, огромный. Вон, черный сидит, видите? Просто огромный, как собака. И здесь затихло. Но я слышу, там какие-то, как птенчики. Постоянная суета. Ой, у нас, наконец-то, солнце появилось. Уже просто невыносимо было. Так, я бусенка выгуливаю. Он хотел залезть туда, в огурцы. Я говорю, кыш, 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 туда нельзя. Короче, он здесь пошел. Сделал свои дела. И я этому снова радуюсь. Потому что утром он с мужем погулял. А мне нужно дом вымыть. Ничего знать не хочу. Все, покакал. Молодец, молодец, хороший мальчик. Сейчас я за ним уберу. И вот опять траву нужно косить. Интересно, косилка моя в порядке. Не, шнурок надо сделать. Надо вытянуть вот этот вот шнурок. Видите, вот этот вот. Я сама это не сделаю. Потому что трава растет. Это, знаете, круговорот дел в природе. В общем, дом вымою. Потом буду косить траву. Потом опять мыть дом. Ой, капец. Ладно, все нормально. Пух летит, видите, у нас. Вот, пух летит. О, видите, что это такое. Ладно, идем работать. Так, ребят, всем привет. Не помню, здоровалась или нет. В общем, у меня уборка. Я вижу, поступает много комментариев. Я их насобираю. Потом опытом всем отвечу. Спасибо большое за внимание к моему каналу. Ну, у меня вчера была готовка. Сегодня уборка. Я себя даже не показываю. Ну, как? Я как бы... Вот у меня кулечек в руках. Ногти сделала. Иду драйвить квартиру. Вернее, дом. Себя не показываю. Ну, потому что в домашнем, знаете как. А пока что мы отправляемся на поиски мин. Вернее, одной. Тут у нас птички хозяйничают. Горчи. Горчи прилетели. А мы вооружились кулечками. И идем искать. Ну что, плиту я эту протерла. Знаете, я считаю нерациональным ее так драйвить основательно. Вот, например, вот эти вот разводы. Потому что прошлую старую плиту я терла-терла до дыр. Потом она поломалась. Мы вынуждены были ее поменять. Вот. Здесь еще жир немножко остался. Все равно каждый день готовишь. Лишь бы внешне было так чисто более-менее. Нужно еще раз протереть. То есть я прошлась таким обезжиривающим средством. У меня есть специально для таких поверхностей средство. Оно нифига не берет. Я его вплоть до того, что поливала все это, оставляла на пару часов. Именно для стеклянной вот такой вот электрической плиты. Со стеклянной поверхностью. Толка никакого. Поэтому сейчас вот так вот внешне только протираю. И пока будет все это стираться, начнем мы с ковриков. Я за время стирки, это я постирала бусику, вымою весь дом. Самое страшное, честно вам скажу, это зайти к мужу в туалет. Он унитаз смоется. И то, я сейчас посмотрела, там катастрофа. Вот, а раковины и ванную, вот это тоже в стирку несу. Буси мне помогает, конечно. Раковину и ванную он вообще не моет. Поэтому сейчас там будет генеральная уборка с хлоркой. Пока что вот сюда все бросаю. Куда вниз. И вот здесь вот нужно убрать бусики на косточке. Этот коврик тоже я должна постирать. Вот, видите, в каком я симпатичном образе. Домашняя баба на уборке. Как можно так в эфир выходить? Ну, я знаю, что люди все-таки любят смотреть, когда ты показываешь свою внешность, свое лицо. Ну, вот, показываю. Так, сейчас я вот еще хочу о чем поговорить. Нам выдавали вот эти вот бочки для, как же это называется? Это, в общем, чтобы туда... А, для комби-корма. Комби-постов. Чтобы мы сюда сбрасывали пищевые отходы. Я вообще не представляю, что бы это было в нашем доме. Вот здесь вот пока что пластик. Там коробки какие-то, знаете. Вот даже не поместилась еще коробка. Это уже переполнено, потому что у нас послезавтра мусорный день. И если бы здесь были продукты, мы выбросили старую вот такую вот бочку. Белки прогрызли дыры только потому, что муж сюда сбрасывал, ну, например, какие-то упаковки от мяса. Там, знаете, все это начинало гнить. Запах страшный. Все это привлекало животных сюда. И они залезали в эти емкости по ночам. Я вообще боялась, что кто-то лезет в дом. Я сейчас запретила мужу сюда сбрасывать какие-то пищевые отходы. Например, коробки от торта. Или от торта, как правильно сказать. Вот, видите? Вот, что сюда можно сбрасывать пищевые отходы. Вот, пожалуйста. Это, блин, был бы ужас. Ужас. И сюда мы только вот сухое сбрасываем. Знаете, какие-то вот от химии. Там он кетчуп, но эта бутылка закрыта. Вот. Не больше. Это тоже, видите, сухая упаковка без всяких там даже крошек. Я запретила мужу сюда сбрасывать что-либо, что пахнет какой-то едой. Потому что, ну, был бы кошмар. Я думаю, здесь бы не только белки поселились, но и, возможно, что-то еще похуже. Поэтому я не понимаю, для чего их, вот эти вот корзины нам раздавали, ну, начали раздавать. У наших соседей тоже это есть. Я даже не знаю, как они их используют. Я не думаю, чтобы люди собирали вот пищевые отходы и хранили это возле дома. Потому что местные белки, они как крысы. Так, я на всякий случай закрываю и иду. И к этому, кстати, к этой корзине прилагалась еще вот такая вот маленькая корзинка. я сюда приспособила химию тоже. Это, наверное, для маленького компоста. Я не знаю. У меня здесь химия. Поэтому идем вниз. Берем трапочки. Трапочки у меня стираются. И вот здесь вот они лежат. Нужно их поискать только. Да, ребята, это было жестко. Я смотрю, чтобы собака сюда не ходила, потому что я все здесь залила хлоркой. Почему мужики бывают такими засранцами? В общем, здесь была полная жесть. Там у него еще в ванной его грязные вещи, потому что он себе не разгрузил корзину чистую. Вымыла ему здесь все. Причем, когда... Уйди отсюда! Здесь все покрыто хлоркой, потому что противный же какой. Белый кафель. Причем, когда я сюда приехала, идеальная чистота в доме была. Буся, ты здесь остаешься. Нервы не делает. Выходи! Быстро! Ходит у меня под ногами. Я даже дверь немножко потерла. Продолжаем. Вон, видите, его корзина стоит. Там чистые вещи он не разгрузил, но я часть работы оставляю мужу, чтобы не очень-то его баловать. То есть, я ему напоминала там убрать за собой, но, видимо, он убрал частично, а потом вообще все это запустил. Вот, поэтому сейчас там чисто. Все, идем снизу вверх. Я постоянно меняю тряпочки. Вот новую тряпочку взяла. И у меня там наверху чище всего, поэтому там проще всего убирать. Теперь у меня ливен ром. Пока что я еще занимаюсь пылью. Буси не отходит от меня. Аллергетик. Химия дышит. Кстати, меня научили на клининге. Вот иногда полезно там поработать. Чтобы не дышать химией, то лучше не брызгать, а наливать на тряпочку. Но поскольку все-таки мы там убирали каждый день по два дома, можно сказать, и постоянно вынуждены были этим дышать. Там у людей, которые занимаются этим регулярно, страшные дерматиты, аллергии. Но я себе позволяю, ну, иногда наливаю, правда, на тряпочку, чтобы оно не распылялось. Но дома здесь я себе позволяю все-таки вот так вот тоже, чтобы побыстрее. мы здесь ремонтами занимались. Для таких телевизоров тоже есть специальные средства, но у меня нет, я просто прохожусь вот такой вот мокрой тряпкой, влажной. И на этот телевизор можно подключить, кстати, господи, что я показываю, можно подключить сюда интернет, вот на этот телевизор. Но нужно с этим повозиться. То есть этот телевизор вообще никто не смотрит практически. Нужно в этом разобраться. У меня нет времени. Вот. Как-нибудь займусь, может быть. Так. Все поверхности. Тоже вот эта аудиосистема. очень дорогая у него. Так. Так, зеркало я здесь протерла. Очень хорошо убирать, когда пол свободный. Здесь карнизы от уборки, от ремонта протерла. И сейчас немножко пройдусь по стеклам, знаете, хотя бы со стороны дома. Видите, то, что внутри, я вымыть не смогу. И вот так, чтобы вовнутрь окна не открываются. Это нужно идти на улицу. Либо заказывать специальную службу. Видите, вот это вот потеки, это нужно на улицу. А с улицы, ну, не знаю, нужно лестницу ставить. Все равно у нас как бы два этажа. Все окна так не вымоешь. Ну, может быть, у меня будет вдохновение, я туда стану и с улицы еще окна помою. Вот это вот все в середине. Вот это вот, вот эти жуткие потеки. так что мне остается только слегка их обтереть. паутина внутри. Я уже рассказывала, что окна здесь, конечно, ужасные. Так. Ну, что, по крайней мере, спасибо, что бусик шторы не засал. Они чистые, я их недавно стирала. Желтых потопов, подтеков нету. Шторы чистые. Хотя бы шторы не придется менять. Я закрываю окна, чтобы меня не видели в таком виде мои прекрасные соседи. что, идем на третий этаж. Нет, еще не идем, потому что здесь гостевой унитаз, я его регулярно мою, забрала вот коврики, но все равно муж сюда умудряется как бы забежать и оставить мне подарочек, поэтому придется еще туалет помыть. Все здесь чистое, по сути, у мужа два унитаза, я ими не пользуюсь, но зато мою. Свет выключаем, осталось помыть пол, пропылесосить, застелить коврики чистые. Кто-то мне будет говорить, иди работай. А я сейчас чем занимаюсь, по-вашему мнению? Чем я сейчас занимаюсь? Так, мы сами все туда. Оп! Боже, опять там лиса прошмыгнула вот из-за этих кустов. Они тут бегают, слушайте, столько лис вообще туда побежала. Наверное, я ее уже не поснимаю, она спряталась. Только что, но такая с пушистым хвостом. Я села немножко отдохнуть. Что, Бусь, прошляпил лисичку, чтобы их поснимать, вот так вот сидеть все время с включенной камерой и караулить. Но это ж интересно. Для меня вот это все непривычно. Я городская, и так, чтобы мимо меня бегали лисы, это, конечно, трэш. Не могу привыкнуть. лисы, 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 были бы уже у меня в доме, если бы не было собаки. Они бы вот здесь вот паслись. Но сетка как бы самый лучший вариант, я так считаю. И лес видно, и дикие животные сюда все-таки не так прутся. Да вообще не прутся. белка какая-то заскочит иногда. Вот когда пойдут помидоры, тогда вот да, белочки любят сюда заходить в гости. Прикиньте, я посмотрела камеру видеонаблюдения, и она немножко зафиксировала. Я сейчас даже это видео дам. В общем, выбегает лиса на меня, я там на ютуб слушаю. И вот так, из-за этих кустов здесь светятся только глаза. Она выбегает на меня, увидела. и пошла туда. Вот я сейчас этот кусочек дам. Но качество такое себе, знаете, потому что далековато для системы видеонаблюдения. Но прикольно. Мы ее немножко увидим, как она на меня выбежала. лисичка. Вот если в темноте глаза светятся ночью, значит, это дикое животное, скорее всего, лиса. но силуэт можно различить. Это была лисичка. Хвост пушистый. На меня посмотрела и побежала дальше по своим делам. Еще одна побежала. Только что еще одна побежала. Боже, сколько их здесь. Ничего себе. еще одна побежала. Офигеть. Понял, почему они все мимо меня ходят именно в ту степь. Здесь у них что, маршрут, что ли? Ходка, ходка. и эту лису немножко зафиксировала моя камера видеонаблюдения. И я думаю, что там за забором у людей нет бейсмента. И возможно, вот то, о чем я говорила, они там держат вот эти вот контейнеры для пищевых отходов. И лисы туда ходят, и эти пищевые отходы воруют. Вполне возможно. Потому что я наблюдаю, у них один маршрут туда. Там раньше МЕК содержали курей, петухов, но сейчас я не слышу петушков. Они не орут. я думаю, что там как раз вот эти стоят контейнеры с пищевыми отходами. Но я представляю, это конечно жесть. Муж, когда этот дом покупал, говорит, что ему понравилось то, что именно есть бейсмент. То есть фактически у нас три этажа. Ну считается официально два плюс бейсмент. А там также продавались дома, там наверху. И там уже таких бейсментов нет, в этих домах не предусмотрено. Вот. И поэтому люди даже не имеют там вот на фронт-ярде держать мусорные баки. У нас они там стоят, мы их прячем за кусты, а у них такой возможности нет, и они мусор оттуда вот вытаскивают вот так вдоль забора и туда уже выносят на улицу и приезжают мусорки, мусорные машины забирают все это. А у нас удобно все. В том числе и то, что можно вот так посидеть на заднем дворике и подышать свежим воздухом. Ну а в этих домах фактически два этажа вот. Как бы living room вот здесь вот. Они перегородили как бэк-ярд получается и второй этаж и все. А у нас basement living room и ну второй этаж но для меня это третий этаж потому что убирать приходится три этажа и бегать по трем этажам. Вон у нас зажглись уже солнечные фонарики надо бы больше их прикупить. Батарейки зарядились от солнышка. и вот они зажигаются. А в лесу там какие-то шорохи. Сижу и мимо меня лисы бегают. Ну это вообще кошмар. Так интересно. И не бояться же. Они же должны чувствовать что здесь ну вот я сижу еще и курю. наглешь однако с их стороны или с моей я не знаю. Все-таки здесь лес это человек приперся на их территорию. А что делать? Так и живем. все это конечно хорошо. А пылюка вот валяется. Узькина шерсть. У меня уже постирался один коврик. Это мои вещи нужно забрать с сушилки. Отнести на третий этаж. А здесь у меня постирался коврик. Коврик я стараюсь покупать, который можно стирать без всяких таких. Знаете, иногда здесь резина есть. Я такие больше не покупаю. Этот коврик можно не сушить. я сейчас его брошу влажным. И потом чистый пол будет и брошу на пол. Сейчас на перегородке пока что вывешу и он распрямится на полу. Загрузила еще пару ковриков. Ставлю на деликатную теплую стирку на 35 минут. Пусть пока стирается. Этот коврик я несу и куда-нибудь его брошу, чтобы он подсыхал. Буся, пойдем. Ну, прям как тень ходит за мной. Видите, он в таком состоянии, но на полу распрямится, пока я все здесь доубираю. Буся, а вот на эти перегородки брошу. Свет надо повключать везде. Оба-на! Вот так вот. теряем калории, да? Пусть здесь подождет. Что, тряпки идти в стирку? Я тряпки меняю постоянно, как я говорила. Тряпки туда летят в стирку. И мне нужно убрать еще отсюда ботинки, которые я давно собиралась постирать. Они уже не нужны, уже лето. Летят туда летит. Да, Буся? Помощник мой. Эти сапоги летят туда вниз. Что, тебе интересно все? Гази, что ты такое делаешь? А мы берем пылесос. У меня там есть моя ванная и фактически мои две комнаты. Там всегда чисто, там самая легкая уборка. А главное мне здесь этот бардак разобрать. Кроссовки мне надо стирать. Кроссовки летят. Не, кроссовочки чистые еще. Тоже старые, но это так, гулять с собакой. Все, идем за пылесосом. Этот пылесос неудобный. Я иду за своим маленьким пылесосиком. Я вот эти еще коврики бросаю в стирку из ванны. У меня здесь ванная чистая. Просто коврики освежить надо. Так. Я это тоже уже все коврики перестираю. Ладно. Думала стирать, не так. бусе интересно. Что-то мама швыряет. У меня здесь все чисто. У меня здесь даже пыли не накапливается, потому что я здесь мало бываю. в основном на кухне, на заднем дворике. Поэтому здесь все просто будет. Да, пусть идем. Просто что ремонты делались, муж мне здесь немного натоптал. Все, идем пылесос искать. Я не могу со своей собаке. Он за мной бегает. Он любит, когда я занимаюсь уборкой, для него это движуха в доме. Что-то маленький. Ему так все интересно. Коврики бросаю, он прям прыгает. Думает, что я играюсь. Что-то у тебя косточки мама поскладывала, да? Скажи, мама, это мое. Кушать он не захотел. Ничего, полезно поголодать иногда. Потащил что-то, потащил. Хороший мальчик покушал. Вот его мисочка пустая. Хорошая матька. И мама я покушала. Это мы сюда стали мыться. Дай мне косточку мамы на десерт. На тебе косточку. Вот так. Почему я мою сначала вот эти два этажа? Потому что муж придет с работы, он будет включать компьютер свои документы смотреть, какой-то фильм будет кушать. И я все время буду ему говорить Вова подвинься, подвинься. И это будет раздражать нас двоих. Потому что у себя наверху я могу убраться в любое время. Поэтому сейчас я приступаю к пылесошению. Мне кто-то сказал такой противный звук на вашем пылесосе. Вот такой звук. Раз. Дождя возникает звук противный. Что я немножко уже подустала пылесосом этим. Не нарадуюсь. Минус то, что здесь он на проводах не электрический, но плюс в том, что он дешевый 23 долларов всего лишь. Я уже рассказывала, очень легко чистится. пластмассовая штука снимается, выбрасывается в мусорку, никаких фильтров бумажных, ничего. Узкий носик, залазит во всякую дырку. И вот этот тоже мы покупали, этот дороже. Этот видите морда широкая, то есть только вот так сверху по поверхностям пройтись. Этот на электрике, на батарее. Я прошлась уже по двум этажам, иду на третий этаж. там быстренько и все просто. Сейчас раз, два, и мне останется только влажная уборка и все. Пыль я здесь у себя протираю регулярно. Просто нужно пропылесосить. Чисто все три этажа, это самое сложное разобраться с пылью, пропылесосить все. Здесь лежали старые подушки. Это пойдет на мусорку. Старые подушки от бывшей жены моего мужа. Почему я их не выбросила? Потому что я собиралась бусик сшить новую такую лежанку. Но я это не сделаю, потому что там еще есть подушки на выброс. И это все пойдет в мусорку. Этот пылесборник. Все. Мне осталось только пройти с тряпочкой мокрой. И знаете, когда я работала на клининге, это была самая легкая, самая простая работа, в удовольствие, потому что уже все, когда все чисто, вот унитазы чистые, ванная, когда ты уже моешь пол, это уже окончание работы, уже ты знаешь сейчас. Прогуляешься с влажной тряпочкой, приятный запах от средства для мытья полов, и ты получаешь свою денежку. Вот вымыть такой дом долларов 200 поэтому не говорите мне, иди работай, я сама знаю, что мне делать. Так, это на мусорку. Что, бусенька, теперь у нас остались мелочи, на себя так покажу, красивую, да? Устала ли я? Конечно, устала, потому что все-таки уже возраст дает о себе знать. Когда-то я мыла по несколько домов, если такие вот маленькие домики, то могло быть три дома в день, например, в сутки мы работали с полседьмого до полдесятого ночи. Представьте себе. То есть выезжали, например, в шесть утра, в полседьмом возвращались в полдесятого в десять часов домой только. И я при этом еще потом не спала по ночам и делала документы на политэмиграцию. Поэтому вот вымыть такой дом это, конечно, пустят, но все равно занимает время, силы и на все нужно иметь, знаете, какой-то ресурс жизненный. Никогда не думала, что я буду работать на клининге. Конечно, для меня это вот и до сих пор остается загадкой, как я... Иногда мне даже не верится, что я всем этим занимаюсь и что я в другой стране, что я каким-то образом попала в США, перелетела через океан и даже не заблудилась в аэропортах. Так, ребята, все, я на этом завершаю. Мне сейчас нужно отдохнуть и просто уже пройтись мокрой тряпочкой. Люблю, целую. Да, стыдно себя такой показывать. А, в принципе, что тут стыдного, да, человек не валялся на диван, человек работал. Ничего стыдного в этом не вижу. Приведу себя в порядок, завтра буду опять красивая. Так, что я вам желаю? Всего самого хорошего и даже замечательного. Берегите себя, главное здоровье. Немного юмора не помешает в этой нашей непростой жизни. Пусть будет мир, подписывайтесь, не жалейте лайки. С любовью из США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok